Привет, меня зовут Анжелика, мне 18, я из Новосибирска. Что, серьезно, я из Новосибирска? Да. Привет, меня зовут Костя, я из России, Республика Алтай, город Горно-Алтайск. Да, и пора бы уже домой идти, но мы для вас видео пишем, поэтому досмотрите его. Мне можно свой блог вести, да? Сейчас мы проходим IFP-подготовку в Холдинзианском университете. Мы учимся по программе CCN. У нас есть Юйду, Занхэ, Занхэдусе, Ко Ю, Тиншо, Тинли. У нас идет полностью изучение китайского. Общая пара, там мы проходим все, грамматику, слова. Перед всем этим должно было стоять гуманитарно. Да, мы гуманитарное направление. Правда? Это нам... Мы учимся очень много. Все. Тебе, тебе. Если мы учимся с 8 до 5 вечера, то студенты не CCN могут иметь одну пару в день и закончить уже к 9 часам, а мы нет. Курсы IFP, блин, ну это ты должен вкалывать. Типа, ну по-другому никак, серьезно. То есть, можно сказать, да, мы много учимся. Можно сказать, что мы устаем по сравнению с другими. У ребят, которые учатся просто здесь, дали по каким-то программам. У них там, ну, 2-3 пары в день. У нас постоянно 4. То есть, всю неделю 4 пары плюс, там, ну, последняя пара, это всегда домашняя. Когда ты остаешься и делаешь домашнее задание непосредственно здесь, вот в классе. То, что вот мы сейчас уже сделали. Те люди, которые изучают язык китайский в России, проходят, помимо этого, еще какие-то дополнительные предметы, вроде математики, философии. Здесь такого нет, нет ничего лишнего. И это очень удобно. Ты не распыляешься на другие предметы и концентрируешься именно на одном. Все. Тема учителей, это, наверное, очень сложный вопрос. Самого любимого учителя? Нет. Они все любимые. Они все любимые. Они очень добрые, понимающие. Они очень сильно нам помогают. Мы очень быстро адаптировались благодаря им. Тут можно посмотреть просто на класс. Да, можно посмотреть. И зайти в другой кабинет, там, напротив, допустим. И там не будет никакой зелени, украшений, там, всяких разных. То есть, когда мы только заехали в этот класс, здесь не было ничего. Сейчас у нас тут стоят цветы. Нам учительница купила чайник, термос. Пожалуйста, мы можем на парах пить чай. Это очень правильно, потому что они максимально адаптировали класс для нас. Потом они часто делают нам подарки. И, допустим, недавно мы проходили тему «Каоя. Пекинская утка». И на следующей перемене наша учительница принесла нам эту пекинскую утку попробовать. Мы, конечно, были все в шоке, но это очень приятно. Я очень сильно увлекаюсь азиатской культурой. Мне это все интересно. И когда я узнала о возможности поехать в Китай, для меня эта новость была просто «Оу, вау! Точно! Я еду туда!» Абсолютно другое движение. Абсолютно другая жизнь. И все. Разное. Не сравнивать с российской, когда полный интернационал. У тебя слева живут тайцы, справа японцы. Да, вот это самое интересное. А против тебя живут какие-нибудь пакистанцы или корейцы. Очень много национальности в университете. У вас общий язык не английский, что меня очень сильно радует. А китайский? Китай — это здорово. Китай постоянно растет, Китай постоянно развивается, он не стоит на месте. Тут постоянно кипит жизнь, очень быстрое движение. Поэтому я думаю, что всем обязательно пустите Китай, нужно учить китайский. Вы не пожалеете. Возможности, перспективы, познание другой культуры, познание той части мира, в которой ты никогда не был.